привет всего здравствуйте точнее можно перейти на ты наверно мы познакомились с тобой благодаря youtube списались потом был звоночек долго общались и ты пригласил меня в гости чтобы побеседовать я предложил не просто так она камера потому что очень интересно откуда ты приехал и что ты делаешь литве ну вкратце я приехал сюда развивать новый проект этот проект это торговое представительство мебельной компании мы занимаемся продажами мебели по всей европе торговое представительство представляет из себя офис с торговыми менеджерами которые занимаются продажей и склад который заполнен нашей продукции мы со склада и продаем по всей европе не только по литве ну а сам из какой страны приехал я приехал из москвы я всю свою основную деятельность занимаюсь управлением управлением проектами я управлял проектами которые торговые центры медицинские конно-спортивные комплексы и так далее было был опыт управления в разных совершенно сферах бизнеса вот сейчас занимаюсь торговлю так торговли мебель мне понравился ответ на вопрос из какой страны ты ехал я из москвы москвы москва да страна в стране ну да да кто знает тот поймет но получается у тебя есть большой опыт в организации крупных проектов организации управления до том числе антикризис на управление а фирма получается здесь литве которую сейчас ты организовываешь она тоже российская нет фирма европейская но и зарегистрировали в европе у нас сотрудники все граждане европы единственная как директор я из россии фирма на сто процентов европейская наши учредители это сингапурская компания ну находишься ты здесь по внж дали по рабочей визе сначала была рабочая виза а потом на основании рабочей визы я сделал вид на жительство сколько времени тебя занял когда ты приехал в литву я приехал в августе девятнадцатого года и где-то порядка трех четырех месяцев у меня заняла работа по оформлению вида на жительство не все и процесс пошел но почему выбрали именно литву они другую там польша вот есть тоже латвия эстония да это стратегический выбор у нас стратегия развития по всей европе но решили начать с со стран балтии почему потому что во первых здесь меньше языковой барьер во первых многие говорят большинство говорит на русском языке но и естественно английский язык здесь знают практически все поэтому нету языкового барьер как такового в дальнейшем развитие предполагает открытие офиса и в западной европе в какой-то западной европейской стране близость к россии поскольку мы продаем мебель не только в европе но и российским партнерам ну и наверное немаловажный фактор что здесь средняя средняя зарплата ниже чем в странах западной европы и средние ставки аренды тоже ниже чем странах западной европы поэтому начинать как стартап такой с оптимизации сдержек наверное тоже экономически более верный шаг получается литва манит тем что здесь меньше налогообложений меньше зарплаты по зарплате по аренде невысокие аренды на складские помещения на офисное помещение ниже зарплаты и налоги тоже да действительно невысокие и получается находится по сей день то что основной склад у вас в россии в москве есть не склата какого клиент ваш нет наши наши основные клиенты это европа с россией нас связывает только то что там есть несколько наших партнеров которые мы продаем мебель так как и в европе несколько клиентов есть и все понятно и частности близости ленинграда мы в калининград продаем мебель ну да тоже близко но еще море у вас же связь с морем есть какие поставки через каким путем идут поставки мы прям только морем у нас фабрики находятся в китае бренд итальянский мебель итальянская производится на итальянском оборудовании под под контролем итальянских дизайнеров и конструкторов но производство находится в китае это тоже оптимизирует наши затраты я как понимаю ты приехал полтора года назад в литву и ты сразу приехал с рабочим визитом и начал работать организовывать деятельность да я приехал организовал сразу же компанию нанял сотрудников снял офис склад и начали наполнение склада товаром и начали активно входить в европейский мебельный рынок и занялись продажей от карантин же начался успели вы что-то сделать грустная история к сожалению нас прямо на взлете перехватил этот вирус пандемия первый локдаун начался в феврале двадцатого года и февраль двадцатого года это как раз забыла практически всего полгода что я находился в европе поэтому во время развития нашего активного нас перехватил этот вирус и нам пришлось конечно серьезно затормозить наше развитие это повлияло на все сферы бизнеса в том числе и на наш но мы за полгода успели сделать кое какие успешные шаги и благодаря этому мы сейчас получаем небольшие доходы уже супер и какие сделали вы успехи мы успели открыть несколько партнеров разных странах на данный момент у нас есть партнеры как в литве так и в латвии в эстонии в молдове в венгрии во франции ну еще в нескольких странах то есть на данный момент у нас уже есть некая партнерская сеть и благодаря нашим партнерам у нас уже идут продажи определенный объем это за полгода которые нормальную жизнь застали ваш бизнес встал на ноги потихоньку начал давать какие-то результаты наша задача иметь партнеров во всех странах европейского союза и других естественно странах в том числе в азии в америке но вот сейчас мы уже имеем несколько партнеров европе ну и благодаря этому уже как-то более-менее поддерживаем деятельность а карантину вот исполнилось год в литве по крайней мере в европе во всей 16 марта помню началось все это дело 20 20 года как вы удержитесь весь этот год ваш бизнес какие поддержки вам оказывает государство литва было два локдауна два карантина первый карантин был в феврале-марте 2020 года и второй карантин начался в середине декабря 2020 года и действует по сей день в первый карантин государство оказывала большую поддержку они компенсировали не только зарплаты но и текущие расходы части арендной платы например там компенсировалась арендная плата за офис за склад и так далее вот во второй какая сейчас карантин к сожалению такой поддержки нету хотя говорят что пока еще разрабатываются какие-то дополнительные пакеты помощи сейчас компенсируется пока только зарплата компаниям которые находятся в простое наша компания находится в простое и нам компенсируют зарплату в каком виде в каком объеме значит по по нормативам зарплата компенсируется в размере полтора минимальных окладов практически все наши сотрудники попадают под этот норматив поэтому нам это конечно помогает минимальный оклад по моему 630-640 евро соответственно около 1000 евро государство компенсирует фонд оплаты труда сотрудников но это же реально помогает удержать работников на месте чтобы с ним до расставаться конечно это помогает не увольнять сотрудников либо не отправлять от неоплачиваемые отпуска на неизвестно какой срок конечно поддержка ощущается все вот мы у тебя уже есть опыт в общении с местными жителями литвы с литовцами и как в бизнесе так и в частном общении как можешь свое мнение высказать вот как бизнес-партнеры бизнес-партнеры в вильнюсе несколько партнеров также есть в каунасе в клайпеде шауляе и как общение как получается работы с ними ну как и везде люди разные есть свои плюсы и свои минусы но в целом люди довольно благожелательные вежливые доброжелательные и так далее особых проблем в плане общения с партнерами нет а ритма ритма жизни как-то отличается вот бывает например бизнес до который день и ночь звонят и ночью могут позвонить по работе но есть какой здесь режим определенный как-то вот отличается от московского ведение бизнеса я думаю что от московского все отличается потому что москва как говорится москву не выслит и можно в москве увидеть пробки центр на центральных улицах в два-три часа ночи здесь конечно как и во всех маленьких городках жизнь намного намного более неспешная плавно все едут с небольшой скоростью никто быстро по дорогам по тротуарам не ходят все ходят спокойно все ездят спокойно ну и размеренный темп жизни конечно малых городков малых стран это конечно ощущается но здесь и расстояние другие поэтому даже не спеша здесь можно осуществить три-четыре-пять встреч за день в москве больше двух встреч за день осуществить сложно это да расстояние понятная по своему опыту знаю вот хочется как бы понимаешь что ты завтра может человеком встретиться до или послезавтра вот особенно когда вот первый месяц ли ты находился я как-то ощутил а здесь как-то люди ну не то что оттягивает но более спокойно ты не был тебя того что приехал сейчас так так все сейчас я ну вроде реально же там договорит за один день с арендатором договориться на собой как тот все все свое дело которое спланировать его ты можешь за неделю за две ну за месяц максим а вот из-за того что люди здесь по-другому живут и по-другому мыслят как это растягивается не было у тебя замечено это не то что было замечено я на себе это испытывал много раз в частности чтобы просто короткий пример чтобы было понятно мы вели переговоры по поводу аренды офиса в частности тогда торговлю по поводу стоимости арендные ставки мы вели переговоры около двух месяцев два месяца мы пытались договориться с арендодателем в итоге мы все-таки договорились и когда мы договорились и наконец-то уже сняли подходящий нам офис я через сотрудников этого делового центра выяснил что это помещение пустовало до нас около года то есть вместо того чтобы быстро с нами о чем-то договориться на пустующие площади которые почти год стояли без арендаторов они еще два месяца с нами занимались торговлей ну то есть это конечно в москве такие темпы недопустимы я думаю что в москве мы договорились бы ну наверное за полчаса сами люди как в частном общении если здесь друзья знакомы для того чтобы обзавестись друзьями нужно больше времени потому что дружба это то что то что зарабатывается временем какими-то ситуациями совместным опытом и так далее людей с которыми у меня уже сложились неплохие товарищеские отношения уже есть несколько таких людей мы с ними регулярно созваниваемся иногда видимся такие люди уже есть как дела обстоят с работниками тяжело ли здесь найти то что специалистов рабочего человека это очень серьезная проблема эта проблема периферии вот как если сравнивать с россией как из малых городов россии люди которые чувствуют востребованность имеют некие амбиции они стараются уехать питер или в москву в такие крупные города где зарплаты больше востребованность выше и так далее так из литвы люди стараются уехать в более развитые страны европы проблем внутри европейского союза для примен перемещения нет дипломы признаются на всей территории европейского союза поэтому более-менее востребованные специалисты с литвы стремится уехать в страну где зарплаты в несколько раз выше германия франция австрии норвегия и так далее и огромное количество литовцев работают других странах поэтому здесь конечно большая проблема найти специалиста не говоря уже о том что это в принципе маленькая страна и в вильнюсе 500 600 тысяч населения даже в москве люди еще хороших специалистов по полгода году и более в москве около 20 миллионов выбор и при этом в москву все съезжаются из разных городов и деревень россии здесь наоборот уезжают и при этом еще и количество населения очень невелико поэтому конечно здесь с кадрами очень большая проблема но со временем мы решаем да кстати вот напомнил пример про москву ты у меня тоже товарищ в москве имеет бутики точки тоже продажи мебель занимается он кухнями и в курсе его делает а козички интересует тоже не проблема с подбор персонала менеджеров по продажам но периодически не меняется я тоже говорю но москва же 20 миллионов то ну пусть 10 миллионов до я бы но неужели тяжело ну реально так вот вот иногда вроде как бы количество тоже роль не играет но вот вот у него меня есть там месяц работают уходит или могут не прийти как-то безответственно ко всему относится возвращаясь к вашей компании которую вы открыли вот по нашему разговору можно понять что вот приехал ты так щелчком пальцев да и открыл как было тяжело или легко в литве вот приехать от его же не мелкой фирма у вас определенная значительная сумма в обороте у вас клад в клайпиде как я понял вильнюсе да привозите мебель из китая морским путем все это разгружается логистика определенным как это все просто или тяжело было организовать здесь литве в целом для меня не сложно может быть для кого-то как организаторы это понятно а вот с кем вы столкнулись здесь каким-то контролирующим органами разрешительной системы какая-то есть что здесь как галтера юристы у нас обслуживают бухгалтерская компания на аутсорсинге и решают все вопросы по бухгалтерии нас обслуживают юридическая компания на аутсорсинге который решает все вопросы по юриспруденции из законодательства поэтому что касается соблюдения законов и так далее все у нас довольно жестко отслеживается юридической компании все что касается бухгалтерии бухгалтерской соответственно здесь тоже проблем никаких нет более того например налоговая служба она помогает решать многие вопросы то есть можно позвонить в налоговую службу задать вопросы и получить квалифицированные ответы о том как лучше оптимизировать работу что в каких случаях нужно и как делать поэтому здесь я так понимаю налоговая инспекция не несет карательных функций как это как к этому мы привыкли в россии надеюсь что в россии тоже все изменится к лучшему со временем надежда умирает последним данными открытие компании в литве довольно несложный процесс это занимает немного времени и довольно просто также насколько я знаю в рейтинге по простоте открытие ведения бизнеса литва стоит где-то в первых числах поэтому в первых порядковых номерах поэтому я насколько я понимаю литва довольно благоприятное место для открытия ведения бизнеса а счет в банке в местном открывали ли у вас уже где-то был у нас да у нас есть счета в местных банках и мы ведем наши счета в европейских банках но у вас здесь в оба же я понимаю до до организации всего но я уже в курсе что полтора года назад ты в литву приехал первый раз ты до этого не был интересно твое ощущение как человека как гражданин другой страны когда сюда приехал как атмосфера общение людей опять же вот это вот всем такая тема навязчивая любят не любят восточных гостей в целом ко мне относились люди дружелюбно в целом в основном то есть я на себе не ощутил каких-то негативных проявлений как к чужаку как к приезжему и так далее более того русский язык в литве в ходу и например я наблюдал неоднократно картину когда продавцы магазине у прилавка общаясь на литовском с покупателями переходят на русский когда общаются между собой то есть русский здесь очень распространен и языкового барьера нет можно начинать общаться с литовцами на русском и большинстве случаев они сразу переходят тоже на русский но это в основном больших городах вильнюс и клайпино у кого у нас еще даже не так пока вот мы сейчас снимали интервью при мне тебе раз-два по работе позвонили ты на русском свободно общался достаточно долго общение вот ну спокойно это же рабочие общение были это было общение да с партнерами и потенциальными партнерами легко ли найти общий язык договориться о чем-то какие-то какие вообще вопросы здесь интересуют даже по бизнесу доверие что взаимопонимание какое-то что нужно людям доверие в бизнесе это вообще такое понятие очень относительно как говорится ничто так не вызывает доверие к человеку как предоплата поэтому что аванс да поэтому что касается доверия это все ну во-первых доверие нужно заработать это везде в любой стране для того чтобы партнеры начали друг другу доверять и должна быть какая-то история совместной работы но благодушие и расположение людей она есть имеет место быть здесь люди намного более доброжелательные чем в россии это однозначно более вежливые более корректные а главное соблюдают законы поэтому работать здесь в общем удовольствие и вдвойне приятно когда ты находишь что в обществе где но 90 процентов населения ну даже бизнесмена до стараются соблюдать законов как ты сказал до этого правильно не тоже старается у них даже мысли нет как-то по-другому бывает мошенники да и у вас там попадались может быть еще где-то в россии получается ты разговариваешь ну как бы сделаем человеком но это не факт что он тебя хочет обмануть или как-то сыграть или ну известная какая вот неудобная ситуация в россии это просто тебе не платят денег в россии по богу один из сегментов бизнеса сам сам по себе сегмент бизнеса из такой мошенничества поэтому в россии к мошенникам относятся как бизнесменам просто у них такой бизнес в в европе я надеюсь такого уже давно нет поэтому конечно здесь люди более доверчивы во первых чем в россии но во вторых у людей есть понятные правила игры которым люди работают ведут бизнес и так далее поэтому я думаю что ведение бизнеса в европе она намного намного более приятно и намного более понятно ну мне вот как человеку который открыл и начал вести бизнес в европе мне здесь нравится ну и концу нашему разговору хочется чтобы ты поподробнее рассказал чем вы торгуете они понять мебель растяжимое что именно мы продаем корпусную мебель это итальянский бренд произведенные на итальянском оборудовании но в китае для оптимизации затрат мебель довольно востребованная бренд называется fratelli barri он продается уже во многих странах европы и в россии он тоже продается если есть но я думаю что ссылка будет в описании внизу и заинтересованные люди смогут перейти на наш сайт посмотреть может быть что-то для себя подобрать ассортимент у нас очень широкий мебель в основном в классическом стиле корпусная мебель это спальни кухонные гарнитуры гостиные прихожие гардеробные тогда ну да ссылочка будет внизу в описании у вас все цивильные каталоги интернет сайт все это есть фотография тоже наверно здесь выложу кое какие и под конец если будут какие-то вопросы по поводу открытия бизнеса конечно мы не там но не занимаемся этим они юристы да но как какой-то совет мы можем дать до элементарный простой можно здесь открыть фирму что мы какие-то вопросы если друзья будете задавать вопросы мы будем стараться на них отвечать да или может быть еще организованную встречу и на эту тему беседу без проблем если у зрителей твоего канала появятся вопросы по поводу того как здесь открыть бизнес каких-то может какие-то вопросы может быть по сегментам бизнеса может быть по оформлению или там по поводу того как получить тот же вид на жительство или рабочую визу то я поскольку прошел весь этот путь то я наверное смогу ответить на многие вопросы и с удовольствием расскажу зрителям если у них будут будет интерес по этому поводу тогда на сегодня спасибо просил хорошего удачи вам бизнесе дождаться окончания карантина и идти только вперед ждем с нетерпением окончания карантина позади москва назад нельзя спасибо всем удачи всего наилучшего систем пока